МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около 50 тысяч образцов минералов с разных точек планеты хранятся в Минералогическом музее ТГУ. Его открыли одновременно с университетом в 1888 году. Сегодня коллекция экспонатов здесь пополняется в основном за счет научных экспедиций. Но самые первые фонды музея сформировались благодаря многочисленным пожертвованиям. Это были пожертвования и горных инженеров, ученых, купцов, зонтопромышленников, общественных деятелей. Первые подаренные коллекции имеют не только историческую ценность. Они содержат большое количество минералов из заграничных месторождений. Также многие из этих экземпляров важны для ученого-геолога потому, что уже могут не встречаться в природе. Благодаря этому пожертвования, сделанные в конце 19 века, стали основой для проведения научных исследований на базе музея. Первое такое пожертвование сделал купец Цибульский в 1880 году. Он передал фонд музея богатую коллекцию минералов и горных пород. Они хранятся здесь до сих пор. К примеру, вот такой образец гесита является очень ценным и редким. В мире есть всего два месторождения этого минерала. В дальнейшем огромный вклад в пополнение фондов музея внес его основатель, профессор Алексей Зайцев. За счет его многочисленных экспедиций здесь появились обширные коллекции минералов из сибирских месторождений. Также именно в это время музей стал популярным местом для просветительских экскурсий. Обычно в воскресные дни и в такие дни. И всегда посещал в количестве 50-200 человек в день было. То есть и Зайцев вел очень огромную просветительскую работу. Он выступал с лекциями. Его лекции всегда очень любили. Они всегда были насыщены, потому что он был увлеченный этой профессией. Увлечение своей профессией было свойственно и для последующих хранителей музея. Яркий пример тому профессор Иван Баженов, чье имя музей носит с 1991 года. Возглавляя кафедру минералогии и кристаллографии, он многое сделал для развития науки в университете. Если Зайцев создал основы научной геологической школы в университете, то Иван Кузьмич Баженов был уже основателем геохимической школы. Он создал и лабораторию, и очень много уделял, конечно, и студентам, и аспирантам, и ученым. И он организовал студенческие зимние экспедиции за сбором специально для музея минералов. И поэтому наши фонды музея очень хорошо пополнились за счет этих экспедиций. И сегодня, благодаря многочисленным коллекциям музея, его ресурсы постоянно используются для научно-образовательных целей. В электронном каталоге минералы удобно систематизированы по видам и географии месторождений. Поэтому студенты и ученые быстро получают необходимый для своей работы образец. Студенты имеют возможность познакомиться с коллекциями на занятиях, посмотреть различные группы минералов. Часть образцов служит для научно-исследовательской работы. Причем студенты во время прохождения летней практики занимаются с этой коллекцией, описывают, указывают, в какие месторождения, из каких они были получены, эти материалы. Минералогический музей остается одной из главных достопримечательностей университета. В его коллекциях есть не только минералы, но и экспонаты по петрографии, палеонтологии и геологии. Фонды содержат как известные ученым виды, так и те, что недавно были открыты на территориях Сибири и Дальнего Востока. Все это делает музей привлекательным для самых разных посетителей. Он действительно является визитной карточкой, потому что у нас есть книга посещения музея, и там очень много благодарностей, как от наших школьников, студентов, зарубежных гостей. И до сих пор главными задачами музея является развитие музея, сохранение фондов музея, учебная, научная работа и просветительская работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова